На прошлой неделе я вам рассказывала, что губернатор Белгородщины Гладков сообщил, что район закупил огнетушители и их раздадут жителям приграничных населенных пунктов, чтобы люди сами тушили пожары. И наперед сообщил, что спасатели не приедут. Казалось бы, что еще может быть смешнее, но потом власти выдали огнетушитель 83-летней бабушке. Ну кто, как не она, сможет бороться с пожарами? Нам раздали огнетушители бабе Шуре, 84-й год. Она будет лазить по крыше и бегать по соседям, тушить дома. Но сейчас, вероятно, поняли, что этого мало и решили раздать еще и мобильные пожарные станции. Жители приграничных районов получат 51 единицу такой техники. Вашему вниманию представлен универсальный пожарный модуль. Данный модуль предназначен для ликвидации горения на первых этапах тушения пожара. В комплект данного модуля входит емкость объемом 1 куб, огнетушители пожарных типа ОП5, шансовый инструмент. Также данный модуль оборудован насосом для подачи воды. И в ее же комплект входит аптечка для оказания первой медицинской помощи. Вот вроде все хорошо. Позаботились. Наконец-то не просто огнетушители. Но россияне без «но» обойтись не могут. Дело в том, что использовать этот пожарный модуль возле огня может быть опасно. В инструкции помпы, которыми снабжают эти установки, четко прописано, что их запрещено использовать вблизи искр или открытого огня. Забота по-российски, как она есть.